Шел 2004 год, я точно решил, что буду петь, собрал свою первую группу и набрел в книжном магазине на самоучитель по вокалу. Ну, думаю, вещь полезная, мне пригодится в жизни. И купил этот самоучитель, это была книжка Сета Рикса, «Как стать звездой», я подумал, это же как раз для меня. Так вот, купил эту книжку и стал изучать. И один из ключевых принципов Сета Рикса и этой методики в том, что там было написано, что гортань не должна ходить вверх или вниз, когда мы поем. Типа, если мы будем пытаться петь выше, и гортань пойдет наверх, то нашему голосу пойдет хана. И эта мысль въелась тогда в мою детскую голову и засела там. Шло время, я пел, развивался, вокал такая штука, в которой невозможно дойти до крайней точки. Как, знаешь, Чак Норрис сел играть на гитаре и выиграл, вот с вокалом так не получается, ну, всегда есть какое-то развитие. И, в общем, я много думал и думаю сейчас о Сете Риксе, разговариваю с ним иногда в своей голове. На занятия к нему не записался, правда. Я ему написал, но он мне не ответил. Хочу сказать свое оправдание. Но суть в чем? Он говорит, что когда мы поднимаем гортань, мы ставим голос в опасное положение. И в некоторых видео можно найти, где он показывает эти плохие звуки, которые возникают, если мы поднимаем гортань. И я хочу, чтобы мы вместе на эти моменты посмотрели. Вот он показывает такой звук. Это просто крик. Мы не даем связкам вытянуться. Вместо этого сильнее на них надавливаем. Он говорит, что это резкий переход из грудного в фальцет, когда связки сначала были плотные, потом резко теряются плотность и остаются только длинными, вытянутыми, пустыми. И это реально нежелательные моменты, которые нам для пения не нужны. Но вот эти два проблемных процесса, которые он показывает, они имеют место на уровне голосовых связок. То есть, когда, грубо говоря, человек не умеет миксовать голос. Когда он не умеет контролировать и плотность, и длинноту связок одновременно. И здесь такой момент, что поднятая гортань напрямую в 100% случаях не влияет на то, как ведут себя голосовые связки. Мы можем миксовать голос, то есть одновременно пилотировать и грудную, и головную часть, и поднять при этом гортань. Вот я явно поднимаю гортань, делаю детский голос. Я об этом говорю, потому что вижу, что от поднятой гортани очень много плюсов. Это более высокие ноты, более плотные высокие ноты. Экстремальные расщепленные звуки везде в этих моментах имеют место поднятая гортань. И если мы поднимаем гортань, все эти процессы происходят легче и лучше. У меня в голове долгое время сидела мысль о том, что поднимать гортань это плохо, это обязательно ведет к беллчест, елингу, как вот в СЛС это называли. Сама школа СЛС мне очень нравится, и я с большим уважением отношусь к тому, что они делают. Вопрос в том, чтобы корректно понять, что там они имеют в виду. И в этом моменте положение гортани много таких противоречивых штуковин. Если мы возьмем, например, учебник по CVT, там будет сказано, что чем выше мы идем по нотам, тем выше должна подниматься гортань. Если эту штуку показать с эту риксу, ну, мне кажется, возникнет определенная несостыковка. Несмотря на какие-то мои личные несостыковки с этим риксом, я думаю, что он очень хороший преподаватель. Просто вот когда этот момент с гортанью на своей шкуре ты понимаешь, тогда, как бы, смотря его инструкции, ну, в это дело проще въехать. А если только начинаешь знакомиться с вокалом и тем, как это все устроено, такие вещи, как не поднимай гортань или не опускай гортань, или только опускай гортань, они могут стать такими палками в колесах вот в вокальном развитии. И для себя я понял, что гортане нужно давать свободу хода, чтобы она могла идти наверх, могла идти вниз в разных ситуациях. И важно не мешать ей в этом. И хочу добавить, что на практике, если целиться в какие-то средние, более верхние ноты, важно, чтобы гортань могла пойти вверх. Что я имею в виду? Допустим, вот эта нота, здесь гортань сильно идет вверх. Если я этого не сделаю, и попробую взять эту ноту, а гортань направлю вниз, то я не могу взять, это только плотный звук. And your house. Вот. Тут я сильно зеваю, и гортань опускается. And... Уже не получается у голоса удерживать плотность. And your house. То есть повышение гортани помогает за переходом привнести больше, как бы, грудной составляющей или плотной составляющей в микс. And your house. Чем сильнее я пытаюсь двинуть гортань вниз, либо мои ноты идут вниз, либо неудобнее получится, если я пойду нотами вверх, а гортань потяну вниз, и буду пытаться сделать вот такого же качества звук. Не отпускать его. Да, полностью головного. А именно буду пытаться сохранить какую-то часть груди. То будет очень тяжело и неудобно. Поэтому я обоими руками за Сета Рикс. Но вот этот момент с гортанью в определенное время моей молодости был мне непонятен, и это приводило к каким-то таким несостыковкам и проблемам. В общем, записаться на обучение по вокалу ко мне можно по ссылке в описании. Можно записаться к Сету Риксу. Вот. Записывайся на обучение, покупай курсы по вокалу по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok